И так, к полету. Так сколько конечностей? Четыре. Четыре конечности. А у дракона крылья, а крылья это видоизменение конечностей. Ну и каких же конечностей у дракона видоизменились до крылья? Передние виды. Передние. Да, можно ничего. Конечно, четыре окна. Нет, на самом деле в Европе известные вот такие драконы тоже. Обычно использовались в геральдике. Кто знает, как называются? В геральдических гербах. Вот такие драконы. Виверны. Но это редкий случай. У обычного классического дракона сколько конечностей? Шесть. Получается шесть. А вот дело в том, что тут любой залог возьмется за голову. Не бывает шестиногих позвоночных. Почему? И тем более наземных позвоночных. А у человека должен разбираться почему. Причина очень серьезная. Скажите пожалуйста, какие процессы называются дыханием? Дыханием. Газообмен. Дыханием называется газообмен. Ага. И какой газ на какой меняется? Газообмен. Отлично. А про безкислородных дышащих вы не слышали? Слышали. А как это так? Они безкислородных дышащих? Понятно. Если вы считаете, что дыхание это газообмен, обмен кислородом, выкислый газ. Нет, это окисление. Окисление, которое где происходит? В ракетиле. Внутри клеток. То есть на самом деле всерьез газообмен и дыхание это две разные вещи. Газообмен это служебный процесс. Он нужен для того, чтобы подоставить кислород клеткам. А вот в клетках будет происходить собственно дыхание. Коротенькое определение. Дыхание это система процессов, обеспечивающая клетку энергию. Итак, дыхание системы процессов, обеспечивающая клетку энергию. В ракетиле целый организм. В качестве окислителя что используется при предточном дыхании? Кислород. В качестве топлива. Но глюкоза и любая другая органика клетка. Глюкоза просто один из самых распространенных вариантов топлива. Хорошо. Отлично. Но для того, чтобы каждый отлет получал энергию, необходимо в нее постоянно закидывать кислород. Что является выхлопным газом при кислородном дыхании? Умер, где углекислый газ. А, да, СО2. Вы совершенно правы. А что происходит с клеткой, если в ней повысится концентрация выхлопного газа? Ведь смотрите, клетке энергия нужна всегда. Она постоянно ведет сжигание, в кавычках, то есть окисление органики для получения энергии. Значит, что с массой углекислого газа должно происходить? Деличность. Должна возрастать. Если внутри клетки нарастает концентрация углекислого газа, она может лопнуть, бедная клетка. Погибнет она существенно раньше. Дело в том, что цитоплазма любой клетки из чего состоит больше, чем наполовину? Из воды. А, всего воды. Что мы получаем? Это кислород кислотой. А, да. Но она же из вода. Да, она в том же сразу. А, она неустойчивая, это согласно с вами. Но для неустойчивых реакций, для обратимых реакций, всегда есть некоторые химические равновесия. Согласен? Отлично. В любом случае, если у вас происходит закисление цитоплазмы, вот для тех, с кем немножечко в поезде возились, помните условия конформации белков? Да. А, да. Изменение каких условий может привести к изменению строения белковых молитв? Температура, кислотность. Кислотность. Кислотность изменилась? Да, да. Как отреагируют клеточные белки? По-другому неправильно. Изменит строение. Да. А что преднагрузится их химическими свойствами? Изменится. Изменится. У вас включились все ферменты, транспортные белки, рецепторные белки. Что с клетками? Умерла. Умерла. Значит, понятно, природа токсичности, СО2, влияет на, соответственно, кислотный баланс. С так вот. Хорошо. Поэтому, по ходу дыхания, что надо? Постоянно получать кислород. И что еще делать? И постоянно выбрасываться обрад. Возле этого и нужны органы вентиляции. Или органы газообмен. У водных позвоночных, как они тут называются? Жанобра. У наземных позвоночных легкие. Отлично. Поскольку дракон лептилия, а лептилия наземная позвоночная, органы дыхания легкие. Кстати, у лептилий кожа газопроницаемая или абсолютно газонепроницаемая? Абсолютно газонепроницаемая. Абсолютно газонепроницаемая. Это, собственно, и позволило лептилиям стать первыми настоящими хозяевами суши. Дело в том, что если бы кожа была проницаемой для воздуха, она бы точно так и не удерживала в боку. А это значит, что бы произошло с этим существом, если оно попало в засушливое место. Высохло. Элементарно высохло. К слову, наша человеческая кожа совершенно не способна ни к какому газообмену. Слова о том, что человеческая кожа дышит, чистая метафора. Газообмен через кожу – третий знак после запятой. Весь газообмен настолько чрезвейный, конечно. Ну а скажите, пожалуйста, а за счет каких таких процессов кислород из внешней среды, из воздуха попадает в лёгких кровь? Какая сила его будет из воздуха гнать в кровь? В гибрации. Чуть-чуть? В лёгких попадает, потом в сердце. От сердца. Стоп. От сердца. Стоп, стоп. Вы перемещаете массу вещества. Согласны? Ага. Значит, можно ли я переместить массу вещества, не затрачивая некоторую силу? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Объясните, пожалуйста, с какого перепуга кислород из воздуха идёт в кровь? И кричит, эй, кислород, давай со мной, я вот в такое место отлично иду. Вы не замачивали себя просто. Ребята, интересный феномент, для меня чертовски себя заняло. Для вас физика отдельно, химия отдельно, геология отдельно. Вы, разумеется, знаете основу всех процессов, которые мы сейчас обсуждаем. А концентрация? Ну, ну, ну. Я же говорил про концентрацию. Я вообще с тобой. Нет, говорите тогда отчётливый обманный разлёг. Так назовите мне явление, которое возникает в органах газообмена. У него один есть. Диффузия. Диффузия, которая... Откуда и куда? Из зоны больше концентрации, из зоны меньше. Ура! Значит, что получается? Газообменный орган. Так, мимо него, кровеносный сосуд с проницоверными стенками, идёт поток крови. Кровь вернулась из организма. Какая концентрация кислорода в ней? Маленький. Маленький отдавал кислород. Значит, кстати, а какая сила выгнала кислород из крови? К клетку. Это же самая диффузия, конечно. Клетка израсходовала кислород, значит, какая концентрация кислорода в ней? Маленькая. Ну и всё, и вперёд кислород дефундирует. Из той зоны, где его много, в ту зону, где его мало. Так? Никакой магии. Чистая физика. Значит, а в органы газообмена вдохнули воздух, здесь кислорода много, и сквозь проницоверные стенки органов газообмена кислород вшёл в кровь. А поток крови его унес, славно. А вот теперь, как должны быть устроены органы газообмены, для того, чтобы этот процесс не был одноразовым? Вот вы сделали один вдох, и на всю жизнь. А нужно ещё, ну, СО2 же. Хорошо. С СО2 всё более-менее понятно. Что с концентрацией СО2 во время жизни клетки, внутри самой клетки? Нет, совершенно наоборот. Она остаётся неизменным или меняется? Она не меняется. Какую сторону больше? Да. Уверенчивость. Что СО2 начинает делать? Уходить. Ну, давайте к грамотным словам. Ну, она дефундировалась. Дефундировалась. Куда? Возор. Туда, где меньше всего СО2. А где тканик меньше всего СО2. И почему? Тканик. Угу. Вот клетки ваши пятки. Межклеточные вещества. Межклеточные вещества меньше, чем клеток, согласен. Но ещё меньше. А кровеносные сосуды между клетками идут? Да. А кровь в них попадает, перед этим побывать в лёгких? Да. А что сделает в лёгких СО2? Уверенчивость. Уверенчивость. Дефундирование. Понятно, что СО2 просто по обратную сторону прошёл. Почему? Кровито его много. И что он сделает? Уйдёт воздух. Да? Да. Поэтому кровь, которая ушла из лёгких, несёт в нём кислорода, но мало СО2. Это ясно? Угу. Хорошо. Всё сделали. А дальше. Давайте смотрите, что получилось. Мы вычли кислород из воздуха и внесли СО2. Что в следующий момент должно произойти? Вот в этом месте. Они смешаются. Нет. Мы вовсе не выпускаемся. Не будет заманить. Диффузия дальше будет продолжаться? А будет. А у вас уравним с концентрацией. Смотрите, кислород ушёл в крови, значит, сколько кислорода в этом воздухе? Столько же, сколько и в таро. Ну, часть кислорода ушла от крови и вынесена из системы. Да. Значит, как расстажется на концентрацию вот этого кислорода? Уменьшится. Уменьшится. Что со скоростью диффузия? Новая порта с кровью сюда пришла? Даже уменьшится. Уменьшилось. Чуть-чуть кислорода ещё прошло. А дальше у вас кислород пойдёт в кровь? Нет. Нет? Его концентрация упала. Сможет ли углекислый газ дальше выходить из крови? Нет. Нет. Почему? Потому что концентрация здесь увеличивается. Как нет? Может, просто не мешать этого воды? Мы выдыхаем его. О-о-о. Называется это механизм вентиляции. То есть необходимо периодически менять вот это содержимое. Так? Отлично. А теперь давайте вспоминать закон движения жидкости и газа. Поток. Про диффузию вроде как вспомнили. А теперь потоки. В какую сторону всегда направлен поток жидкости или газа? Как? А в фантамин? Давление. Ну, ну, ну. Из высокой давления. Из высокой давления. Высокого давления. В более низкой. Вот это такое дело. Поток жидкости и газа всегда направлен из области высокого давления в область низкой. Отлично. Смотрим. Ножды. Дыхательные пути. Трохея выделилась на бронхе. Легкие. Скажите, пожалуйста, во время вдоха какое давление в легких подношение к атмосферному? Выше атмосферного или ниже? Ниже. Ниже. Иначе воздух просто в них не подойдет. Во время выдоха какое должно быть давление в легких? Вот. Выше атмосферного. Вопрос. Как создать давление ниже атмосферного в легких? Ниже. Расширить. Увеличить объем в легких. Увеличить объем в легких. Первая идея, которая приходит к голову, взять к стенку в легких, привязать мышцы, да, и заставить их сократиться. Ну, чтобы они в мешок распевывали. К сожалению, совершенно невозможно сделать. Помните, вот эти газообменные карты. Вот где газообменные, да? Стеночки должны быть проницаемые или не проницаемые? Проницаемые. Проницаемые. Это значит, из скольких слоев клеток их можно сделать. Можно им туда дать десяток слоев клеток, чем прочее? Ребята, это крайне прочная конструкция. Что будет, если мы к этой конструкции переделываем мышцы, которые потянут за нее с большим усилием? Порвется. Да, просто порвется все. Поэтому к легким, естественно, ни одна мышца не идет. Так. Ваши ведения, как будем менять давление в легких, если к ним мышцы прикрепить нельзя? А нам сейчас в позвоночной писалось. Позвоночная. Нам нужно менять воздух в легком. Надо, чтобы воздух кто входил в легкое, кто выходил в легкую. Для этого надо не менять давление. Надо сказать, что в позвоночной два разные метода решения. Первый оказался дворочный, но существует до сих пор, но очень плохой. Это метод амфинга. А вот рептилия первооткрывателя хорошего легкого, что, собственно, и позволило им на сушу выходить. Вопрос. Как дышит лигушка? Через кожу. Больше 50% газообмена действительно через кожу, но легкие есть, и легочное дыхание как раз у лягушек-то есть. Как делается вдох и выдох у лягушки? Она раздувает щеки. Ну, не совсем щеки. Она раздувает лоб, растение лоб. Да, дальше. А, смотрите, а если заканчивать не совсем горки, а заканчивать раньше, вот сюда, куда-нибудь, перед легкими. Вот здесь уменьшить огнем-то, а сначала сюда воду, потом закрытие рот, допустим, и вот, грубо говоря, насосом какого-то заберем. О, именно так и происходит. То есть сейчас рисую схемку. Амфибия, первый исходный способ газообмена вентиляции легких, это глотание воздуха. На самом деле, ничего нового по отношению к рыбам, амфибии не изобрели. Рыбы точно так же глотают воду, просто не пропичивают ее в пищевод, после того, как плотка сжалась. А у рыб, так же, как и у всех кортовых, боковые щели в стенках плотки. Да? У нас с вами есть боковые щели? Да, да. Прямо сейчас есть? Но они редукции, они, когда, допустим, человек еще не родился, они у него есть... Вот мереональное состояние действительно и есть. Как называются эти боковые дырки в стенках плотки? Верегу, жабы. Только не жабы. Жабы – это система кровеносных сосудов, которая в этих отрестиях висит. Жаберные щели. Жаберные щели. Отлично. И рыб просто сквозь жаберные щели выбрасывают воду, а по ходу дела вода проходит мимо кровеносных сосудов жабов. Отлично. Что делают амфибии? Амфибии делают вот что. Вот голова лягушки. Очень крупная глотка. В ноздрях клапаны – клапан «А». Вот это вход в два мешка, которая в стенках плотки просто продавилась внутрь тела. На самом деле они возникают, как как раз выступы стенки в воду. Хорошо. Здесь много-много кровеносных сосудов. На входе в эти мешки еще один клапан, клапан «Б». Называется он «Гартайн». Зачем нужна «Гартайн»? А дело в том, что задача, что в этой полости двойная. Во-первых, при газопене, конечно, нужна. А во-вторых, во время питания. Так? Закват пищи, проталкиванный сквозь пищевую желудок и тому подобное. Ну и что будет, если комар провалится в этот мешок? Плохо. Да плохо будет. Потому что здесь мышц нет, мы уже говорили, сюда ставить нельзя. Комар на все время остался здесь. Так? Значит, комар длохленький. Что немедленно с ним начнется? Разложение. Разложение приведет некрозу. Некроз – это смертка. В результате можно ли позволить нападание пищевых объектов в эти мешки? Можно ли опустить? В ни коем случае. Вот для этого нужно упаковывать. Для того, чтобы во время плотания перекрывать пуд. Смотрим, как работает система. Система работает в следующем образом. Вот здесь, на дне нижней мембраны челюсти у всех тетра-пуд, у всех наземных позвоночных есть небольшая косточка, поформирована как подковка. У нас она с вами тоже есть. Без нее много глотать не смогли. Она не прощупывается, поскольку она подвешена подвижно. Так? Но у нас она не очень большая, а вот у лягушки она очень крупная. От этой косточки вот так будут мышцы. Грудиня. Грудиня – это вот эта кость. Важный элемент скелета передней конечности. Грудиня закреплена неподвижно. Скажите, если вот эта мышца кратится, как изменится положение подъязычного комплекса? А добьется в сторону грудины, а он встроен в нижнюю стенку волки, что будет с глоткой? Уменьшится. Растянется. Что при этом с объемом? Уменьшится. Уменьшится давление? Уменьшится. Уменьшится. В это время гортань закрыта, носовой клапан открыт. Что делает воздух? Водая он закрыт. Идет сюда. Отлично. Следующий этап. Расслабился подъязычную мускулатуру, сократил сколициональную мускулатуру волку. А он понятно закрыл. Значит, как себя ноздряк поведет? Она закрылась. 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 Открылась. Открылась. Значит, порцию воздуха протолкнули в мешке. Но дело в том, что объем блатка невелик. Поэтому, кстати, что достаточно сделать, чтобы произвести выдох? Открылась. Что открыть? Открыть вот так. Оба хватаны одновременно. Вы же сюда обогнали полкцию воздуха. Значит, что с давлением здесь? Повысь. Повысь. Если вы открыли эту дорогу, что воздух сделали? Уменьшение. Вы это на улице. Так вот, но объем блатка невелик. Поэтому, как дышит лягушка? А лягушка дышит вот так. Посмотри, честно, меня. То есть, у нее серийный. Вдох. Серия блоков. Так? А потом, после этой серии, один год. Потом опять серийный год. Рабочее задание. Будьте добры, прикиньте, два графика. Первый график. Изменение давления. Сейчас координаты. Принучаю. Это просто. Давление в условных единицах за ноль принимаемых на следующее время. Да? А вот это на оси времени отложено следующее событие. Первый вдох. Третий вдох. Секундочку. Заштрихованно выдох. Первый график в этих координатах для лодки. Второй график для легких. В тех же самых координатах, как будет меняться давление по ходу дыхательного цикла альфибий. В первом случае в лодке, во втором случае в легких. Кто закончил руки? Так, ну, ребят, физики 7-8 класса должно хватить вот так за уши. Ну, понятно. Так, давайте смотрим, что получается. Так, это для чего? Для лодки или... Так, ребят, давайте подпишите. Первый график в лодку, второй в легких. Так, это блок. Увы, не блок, ни одного вдоха не сделаем. Так. О, как занятно! Такой продвинутый народ пока брут все, как силы меряны. Ну-ка еще раз вспомните, в какую сторону всегда направлен на поток жидкости и газа. Заодно ноль по оси давления это внешнее односкверное давление. Эти двух данных должны хватить. Так, это график для чего? Для лодки или для лёгки? Ага, ну, это полный гряд. И это полный гряд. первый более-менее осмыслный появился. Так, бам-бам-бам, а выдух у вас где? Вот, выхват дальше здесь. А график-то как при выдухе идет? Ага, ну, допустим. Допустим. Так, это подчасти осмысленно. еще раз. Представляем работу системы. Возвращаем любую. Первый клапан. Периодически опускаются дно глотки и поднимаются дно глотки. При опускании дно глотки что с клапаном А? Открыт или закрыт? Открыт. Открыт. Клапан Б? Закрыт. При подъеме дно глотки. Клапан А? Закрыт. Закрыт. Клапан Б? Открыт. Как меняется давление вверху? С учетом того, что вдох серийный. Вот три подряда вдоха, три подряда глотка воздуха. А потом мы считаем, что она носом вдохнула и уже потом запом В и вот перед нас сюда, потом мы поначивая такая. Естественно, когда заканчивается первый вдох. когда эта порция протолкилась влюху. Нет, не верно. О, как интересно. В каких местах вы спотыкаетесь. Мне как-то казалось, что должно проще пойти. Так. это для лодки совсем неверно. Для легких есть один существенный минус. Вот страшно упрощенный, если его упростить до предела, он действительно будет примерно так выглядеть, но есть одно качественно важное соотношение. Так, ладно, отвечаю вам задачу. нет, лягушка не делает ни одного вдоха у вас. Более того, новая порция воздуха просто не попадает в воздух, исходя из вашего графика. Ребят, еще раз, в какую сторону всегда направлен поток жидкости гаджа. Из какой зоны, в какую зону, при каком условии воздух пойдет из внешней среды в блок. если там будет давление меньше чего-нибудь. А это значит, как себя график должен повести? Он идет вниз, а потом ниже нуля падает. на первой фазе каждого платка брелик падает ниже нуля. А затем что? А затем поднимает часть. На какой величине? Атмосферного или выше? Выше. Выше. Иначе воздух из лодки просто не войдет выше. Это понятно? Не возвращайтесь на нормально. Хорошо. Как доказать, что он возвращается в точку атмосферного давления? Просто уравнивается. Смотрите. А вот как. Ляпушка проколотила полцию. Да. Да? После этого делает выдох. Берем вот этот момент. Выдох закончился, а новый вдох еще не начался. В какой момент можно считать, что выдох закончился? Когда концентрация ведь ее уравнивается? Речь не о концентрации в данном случае. При анализе потоков работаем не с концентрацией, а с давлением. Давление уравнялось. А это значит, с чем оно уравнялось? С односторон. Значит, вот в этот момент, чему должно быть равно давление и в легком, и в лодке, и на улице? Нормально. Все три величины равны. И равно нулю. это понятно? Да. Вот. Поэтому, вот он характер графика. Каждый раз возврат к нулю в лодке, а во время выдоха какое давление в лодке? Нормально. А с чего тогда давление? В лодке величины. В лодке на улице. Вот оно. Давление во время выдоха. А иначе воздух из лодки просто не выйдет на улицу. Хорошо. Как меняется давление в лодке? Оно сначала повышает, стало надет ровно. А скажите, пожалуйста, график будет носить характер на лодке или будет ступенчатый? Ступенчатый. Конечно, график будет ступенчатый. В чем дело? Дело в том, что давление возрастает будет только в какой фазе вдоха? В первой или в второй? В второй. Только во второй фазе. Ведь в этой фазе, в первой фазе, горкань вообще перекрыта. Новая порция воздуха просто не поступает сюда. Так что для легкого будем иметь вот такой график. Вот он будет. Скажите, пожалуйста, исходя из этого графика, давление в легком лягушке хоть когда-нибудь становится ниже атмосферного? Нет. А это значит, легкая лягушка может саму втягивать воздух? Никакая лягушка. То есть у всех альфибий стоит внешний носок лобка. И они порции закачивают в себя воздух. Глотают воздух. Смотрим, какие неприятности они приводят. Во-первых, вопрос. У лягушки такого размера. Ну вот балова может остальное другое считается в этих можно ли поставить легкое такого размера? Нет. А почему нельзя? Придетьте добрый террорист. Да не в этом дело. Скажите, пожалуйста, если у лягушки такая голова, тело у него больше вот этой фигуры или меньше? Ну как вы сумните такое легкое в тело лягушки? Плюс кроме лягушки должно еще место остаться? Вообще желательно. Размер легкого ограничен. А теперь скажите, чтобы легкая отдавала много кислорода в кровь и забирала много углекислого газа. Какая должна быть площадь стенки у легкого? Большая. Чем больше, тем лучше. вопрос, как в маленький объем засунуть большую площадь поверхности? Вот есть, а вот такой близкий. Ага, сжать складками? А вот смотри, такая граничная отсюда. А складки не раздувать? Ага, берем легкое, сжимаем поверхность складками. Ясно, что если все складки расправить, мы получаем огромную поверхность газоотмена. Вот это понятно? И получим хорошее насыщение крови кислородами. Акни раздует складки если? Ага. Хорошо, лягушка пошла делать свои лотки. Давайте, ну, кстати, в момент начала первого вдоха воздух в легком уже есть или совсем нет? Есть. Есть. Под каким доменем? Нормальный. Да, то есть нулевая атмосфера. Согласен. лягушка делает первый вдох. Пошла первая корпция воздуха. За него вот эта позиция. Лягушка делает второй вдох. Пошла вторая корпция воздуха. Лягушка делает третий вдох Пошла третья вдох Скажите пожалуйста Имеет ли право сделать лягушке четвертый вдох? А почему? Ребят, а чему числено равнодавление И сейчас в легком лягушке? Нормально Правда? Нет, выше атмосферного Выше атмосферного Как примерно прикинуть в какое количество раз? Очень грубая прикинька Вот у вас есть площадь просвета легкого Того, что между складками Можете примерно на глаз оценить площадь вот этого участка А теперь Мы взяли часть этой площади Заштриховали Внесли новую среду Если объем заштрихованных и незаштрихованных участков примерно сравнялся Это значит, сколько мы вдохнули? Два, а что стало? Два Нет Вдохнули столько же, сколько там уже было Если вы это взяли Упрощаясь Но это сложная фигура Вот банка Воздух к ней под давлением Она открыла Чему равно давление в банке? Ну-ну Атмосферное Поставил в пробку Стал закачивать цветной газ Так, цветной газ занял половину объема банка Чему равно давление в банке? Полтора Нет, где еще нет? В два раза лучше будет светло Две от нас в пол А, да, понятно Да, они же не смешиваются, да? Не важно Пускай смешиваются Пускай не смешиваются Вы добавили объем Они в химическую реакцию не вступают друг с другом Потому что тогда бы более сложное здесь отношение было Но если вы добавили такой же объем, который уже был Что с давлением? Давление утроилось Вопрос Чему равно давление в легкой лягушке после серии ВТО? Двое Две атмосферы А это давление равно давлению в колесе джипа Теперь представьте себе Я беру лягушку и подсоеднил ее в колесо джипа И открыл вентиль Что с лягушкой? Вы ее собирать будете С участка равно гектара примерно Потому что лягушка просто взорвалась Таких вильбер у архивии нет Кстати, по весьма интересному обстоятельству Но для нас это обстоятельства за пределами Значит, если вильбер нет А вы создали баллон с двух атмосферным давлением внутри тела Лягушка просто лопнула Значит, поэтому следующий вдох делать нельзя Открываем клапаны Какой воздух выходит из легкого? Ну, смешно Итак Какой воздух выходит из легкого? Тот, который уже был до начала Или тот, который лягушка только что вдыхала? Только что вдыхала Отлично Вот этот же штрехроводный воздух вышел Следующая серия вдоха-выдоха Какое положение займет воздух вверху? Такое же Ровно то же самое Следующий выдох выпустила Следующая серия вдоха-выдоха Какое положение занимает воздух? То же самое Вопрос А вот здесь воздух когда-нибудь меняться будет? Нет, все равно кислород А здесь воздух не будет меняться? А значит Произошла интересная штука Здесь воздух не меняется Что здесь с концентрацией кислорода? Ну, минимум Миниум Почему? А кислород весь ушел в кровь Одно Что с концентрацией CO2? Увеличится Максимум Вопрос Могут ли участвовать вот эти участки легкого Вы понимаете? В обогащении крови кислородом? Нет А они вообще Эти участки из клеток Из клеток стоят А каждая клетка кислорода нуждается Да Откуда эти клетки берут кислород? Никто нет Не умрет Если откуда они умретутся Да Эта клетка до этого воздуха дотянуться никак не может Ага Подождите По очереди Да Из крови Из крови В результате Эти участки легкого Добавляют кислород в кровь? Или наоборот Вотребляют кислород? Такое легкое куда не пригодится Никуда не пригодится Поэтому У всех амфибий легкие вот какие Складочек Складочек есть, но очень немного Когда мы повышаем давление Легкое растягивается Что со складочками? Они распрямляются Они распрямляются Они распрямляются Так? Понятно, что воздух Ходит, конечно, вот сюда Попробуйте Но скажите, что ли бы мешает диффузии на этом участке или не мешает? Ничего 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 не мешает А это значит Будет ли в нижнем секторе находиться застойный воздух Или здесь будет происходить смена газа? Будет Ага Но какой дефект у этого легкого? Что с его площадью без обмена? Меньше А может Еще А к этой схеме Да А почему вон там мешает диффузии произойти? Допустим Идите сюда Берите нем Покажите где конкретно Ну Здесь Кислорода Больше Отлично Ребят Все свои вопросы Очень хорошие вопросы Понятно Значит А теперь давайте Смотрим Вот у вас расстояние между складками Все после? Да Так Вот площадь через которую может проходить диффузия Да Если много складок То с каждой с такой площадочкой Что будет? Что с ее площадью? Она маленькая Она маленькая А объем вот этой камеры Большой Может ли произойти эффективная диффузия Через новую площадь сечения Да Произойдет ли хорошая смена газа вот здесь? Нет Нет Не произойдет Поэтому большое количество складок Резко осложнит диффузию А если у нас все складки расправленные Не мешают друг другу Тогда диффузия идет свободно И день перестань? Да Хорошо Поэтому у альфимии легкие дают только половину Кислорода и то в лучшем случае Мала площадь поверхности А откуда остальное кислород надо получать? Через кожу Через кожу А для того чтобы кислород получать через кожу Какая должна быть кожа? Газово-плициальных сервисов Плюс к этому Скажите пожалуйста В какой среде диффузия идет быстрее? В газе, в жидкости или в твердом теле? В газе В газе В газе А в твердом теле? Нет А почему? Значит скажите пожалуйста Сухие покровы относятся к газообразной, жидкой или твердой козе? Сухие Газ Это газ, жидкость или твердое тело? А твердое Твердое тело Может ли нормально идти газообмен через сухие покровы? Нет Исключено Какие должны быть покровы? Важные Вот понимаете Кожа для того чтобы участвовать в газообмене должна быть Во-первых очень тонким Во-вторых обязательно влажным Потому что как только она высохла Появилась пленка твердой козы И все у вас заблокировано из газообмен И зверь просто задохнулся Так? Значит Вопрос А хорошую ли защиту телу может обеспечить такая кожа? Нет Отвратительно А от кого защищаться в первую очередь надо? От хищников От хищников От хищников Скажите пожалуйста Вас в данный момент кто-нибудь пытается съесть? Нет Конечно Да Конечно Да Причем миллионы живых существ одновременно Вопрос Вопрос Что это за существо и почему им не удается? А Крутояды они слишком длинные Да Бактерии Бактерии Разумеется бактерии Почему им не удается? Защитные Защитные свойства наших покровов И плюс к этому иммунная система нашего тела Система защиты Если то и другое отключить Что в течение первого часа с вашим телом уходит? Разумеется разложение начнется Так что в первую очередь надо защищаться от тигров или от кого-то другого? Да Конечно Бактерии от спор грибов Потому что грибы настолько же везде проникающие от спор грибов Как и бактерии В результате Хорошо Уталамфилии такая ассортитная кожа Защита нулевая Как защищаться? Зубами 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 Нужно сделать какую-то жидкость Но при этом не вода А чтобы она При этом Ну не знаю С бактерицидными свойствами Ура А бактерицидные свойства это что по ручке скажите? Да покажу Сейчас Плесень короче Плесень? Ура Под словом плесень вы имели ввиду первое антибиотик У которого выделено кенициллином Значит Ребят Какое древнейшее оружие надо же помнить? Ярты Химические оружия Это оружие клеток Клетки сражаются друг с другом И с использованием химического оружия Веществ Значит Как защищены все Кожа у всех агитов? Ядовитыми Ядовитыми Железами Причем это яды Которые в первую очередь На кого действуют? На бактерии На бактерии На споры грибов Так? Значит Ну плюс к этому В результате Мы получаем очень тонкую Обильно Яды Яды Выделяют Предпадение Пищеварительное С тем разлагается Не просто переваривается А где ее Лизу? Если вы абсолютно Уверены Что у вас Нет ни одного больного Зуба Ни одной царапины На языке Ни одной царапины На пищеводе Справочка Вообще-то У любого человека Кроме младенца Почему? Младенец питается Так Царапины Слизистые Пищеварительные С теми Есть Поэтому Глоточек Такого яда Ну не самое здоровое Занятие На слизи То есть младенец Он конечно Переварится Но по дороге К жмутку Попадет в кровь И вас убьет То есть именно в кровь Да Действует Попадает в кровь Вот По этой же причине Это Крайне не рекомендуется Высасывать Яд из рамки Ну он говорит Что если змея И дали другу силы Разрежьте Чтобы увеличить Кровооток И отсосители Значит Если вы Начнете ртом Отсасывать Вы просто Принесете порцию яда В систему Кровообращения головы В ней Знаете Мозги есть Кроме челюстей В голове Так что это Не стоит делать Отсасывать Кровоососущий банк Кровоосозный банк Что это Такое Так Хорошо Разобрались Такое Легкое Не подойдет Чтобы обеспечить Полет Полет Очень Затратная Система Изобрели Новый совершенно способ Дыхания Отключили Вот этот Внешний Насос У ящерицы Левого кроковила Лодка Вот так Не ходит Вопрос Как дышит Рептига А дышит Носный Носный А лягушка Ротом А Да Почему Происходит Вентиляция Помните Я говорил Что у лягушек Нет ветра Да Отлично Они действительно Потеряли Афибия Частично Или полностью Теряют Первичные Рыбьи Ребра По какой причине Кому интересно Потом разобраться А вот Рептилии Вернули Себе Это достижение У них возникли Новые Вторичные Ребра Чем Рыбьи Первичное Ребро Отличается От Рыбьи Ребро Неподвижно Приросло Кузванков То есть Тело Кузванка Смотрит Спереди Спина Вот здесь Под защитой Дуги Проходит Спинной Мост И два Ребра Которые Защищают Внутренние Органы К ним Дребится Мускулатура Тела Если вы Серегку Улетели Вы Как раз Такую картинку Увидите Здесь Органы Пищеварения Плавок Пузырь Половые Органы Полости И Ребра Приросли В позвонках У рептилини Так Вторичное Ребро Связано С позвонком С позвонком В суставы То есть Оно Подвижное В результате Он получалось Какую картинку Позвоночник В каждой группе видны две группы мышц, первая группа мышц от ребра к последующему позвонку, как изменится положение ребра если сократятся вот эти мышцы? В конце ребра кусался, центр вращения в углу сустава, конец ребра пошел по окружности и оказался вот здесь, вот этот вот здесь, скажите, а кончик ребра проходит сквозь стенку тела, что со стенками тела? Они загнуты Приблизились к позвоночнику, что с давлением полости тела? Увеличилось Вторая группа мышц подходит вот так, от ребра к предшествующему позвонку, здесь они сокращаются? Расширились Ребра раздвигаются Что при этом сокремом полости тела? Увеличилось Увеличилось Давление? Уменьшилось Уменьшилось И вот теперь модель гармошки Вот это мы оставляем с вами Гармошку, аккордеон, воян, все себе представляют Ну и кузничный меха Отличный Две доски Меха Меняя положение досок, можно менять объем внутри меха Теперь я получу инструмент Проблевываю дырку и вклеиваю дырку От трубки, вот здесь, внутри, приклеен воздушный панец Начальный момент, момент 1 Берем три точки Точка 1, внешняя среда, точка 2 Внутри шерика, точка 3 Внутри меха А шерика? Обычный шерик? Обычный воздушный шерик Что можно сказать о давлении во всех трех точках? Я не трогаю Нормально Пока что ненормально Численное, что можно сказать о давлении Одинократный Равно А теперь Кто может физически корректно сформулировать услуга При котором воздушный шерик начинает надуваться? Что внешняя среда имеет более маленькое давление, чем внутри Вы совершенно правы нам через две точки Смотрите, мы через одну В качестве контрольной затычки Я купил воздушный шарик Сразу его закрыл скотчем Причем плотно-наплотно Вопрос, можно ли его заставить раздутаться? Не расклеивая Как? Да, смотрите Если мы поместим его в гармошку И при этом ее сожмем То-то внутри А Не будем растянуть Не, наоборот, растянем То-то внутри давления гармошка уменьшится Соответственно, у нас растянется шарик И в шарике тоже уменьшено давление Соответственно, если вот по вашей схеме То-то вот он будет идти в шарик Знаешь, ну, на самом деле, проще всего как Под лобом на колпак Да Зона низкого давления И даже небольшое количество воздуха, которое в шарике есть Так, окажется достаточным для того, чтобы расширеть Воздущий шарик Отлично Смотрим Что начнет происходить, если я раздвину меха И переведу их вот в такое положение Давление в точке? Двение в точке? Давление в точке? Давление в точке не упадет Падет Согласны? Да Раздуваться Раздуваться Потому что внешнее давление окажется меньше внутреннего Если он увеличил объем Как это скажется на давление? Уменьшится Уменьшится Что немедленно сделает воздух Пойдет Ага Шарик стал всасывать в себя пункцию Вопрос Этот процесс будет идти до бесконечности Или на чем-то остаться То-то того, как давление в точке 3 станет равным Давление в точке 2 А почему оно Ведь мы же растянули меха И давление уменьшилось Почему оно опять возрастет? Пока 2 не заполняет 3 Конечно Ведь шарик-то растягивается Ага Часть этого объема он начал снимать Вот когда шарик перестанет растягиваться А когда давление вот здесь Окажется равным давлением вот здесь Когда опять не сравняется давление по всем 3 точкам Хорошо Теперь я стал сводить Михаил Шарик сжимается Почему? Потому что на него доски давят? Нет Нет На него давят внешнее давление Так? А по закону Паскаля давление в жидкостях и газах Как распределяется? Равномерно Равномерно Так Это были Равномерно Те чуть-чуть усложняем. Это последнее, что мы делаем. Чуть усложняем. Вешаем не один шарик, а гирлянду шарик. Вот так. У каждого шарика есть свой вход в этот шарик. А их начал растягивать. Что делает каждый шарик? Они просто все эти шарики будут растягиваться. Именно так. Теперь стал сводить. Они все сжимаются. Мешают ли вот эти стенки так втягивать и выбрасывать воздух каждую шарику? Нет. Сколько таких стенок я могу ставить? А сколько угодно. Важно выполнение двух условий. Важно, чтобы у каждого сектора был вот этот кусочек стенки, обращенную в внешней среде. И чтобы такой сектор был связан с общим ходящим путем. В результате, какую площадь перегородок внутри легкого я могу получить? А какого угодно. Вот это легкая ячейчатого типа. Так? Которая обеспечивает очень хороший газообмен. Потому что площадь внутренней стенки может быть исключительно велика. Но для того, чтобы вентилировать такое легкое, необходимое подвижное легкое. Согласны? Да. Отлично. А теперь драконы. Помните, что крылья это третья пара конечностей? Да. Скажите, а почему у вас руки не отваливаются от тела? А не в позвоночнике. А почему? К позвоночнику? То есть у вас здесь позвоночник? У нас здесь какие-то кости. Какие-то кости. Да, действительно какие-то кости. А как называется этот блок скелета? Задачка которого прикрепить свободную конечность пессевой конструкциям к позвоночнику. Сустав это то, что если вы не понимаете. Пояс. Пояс конечностей. Здесь у нас плечевой пояс, а здесь тазовый пояс. Пояс верхней конечности и пояс нижней конечности. У каждого пояса две задачи. Первая очевидная. Крепление. Вторая. Скажите, пожалуйста, вы можете вот так вот поднять? А как стоят мышцы, которые поднимают руку вот так? Где один конец закреплен, а где второй? Один на руке, а другой. Один на плечевой кости, а второй вот здесь на поясе. На вырасте лопатки и плечице. Так? А если бы не было пояса, была бы подвижность вот этому суставу? Нет. А он просто... Конечно. Значит, вторая задача пояса с конечностями обеспечить площадь крепления для мыши с конечностями. Просто прицепить мускулату к чему-то. Теперь смотрим. Вот он нормальный зверь. Позвоночник. Польз в передней конечности. Лопатку заштриховал. Но пока упрощенный вариант включится. На самом деле здесь все сложнее. И вот пошли плечевая, локтевая, мучевая, то есть кости передней конечности. Вот кистем. Вот дазовый пояс. К нему крепится задняя конечность. Все сложнее. И вот ребра. Движение ребра необходимо для вентиляции легких. Теперь дракон. Сколько у него конечностей? Шесть. Шесть. А пояс нужен для третьей полеты? Да. Нужен. А имеет он право быть непрочным? Нет. 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 Дело в том, что в полете весь дракон подвешен только крылья. Так. Пробуем наставить третий полет конечности. Чтобы он был надежным, вам придется замкнуть кольцо. Крепление крыльев. Как только вы поставили это прочное кольцо. А вы заблокировали движение ребра. А в результате можно ли как следует вентилировать легкие? Нет. Нельзя. А это значит, какое количество кислорода к мышцам идет? Меньше. Меньше. А для полета это вы хватит? Нет. Категорически нет. На самом деле не только для полета. Это очевидно одна из причин, одна из возможных причин, почему у позвоночных не бывает третьей полеты. конечности. Фокус в том, что вообще-то мутанты с умноженным количеством конечностей периодически рождаются. В интернете если поройтесь, можно найти съемку четвероногого цепленка. у него два крыла и четыре ноги. А это значит, сколько конечностей. Шесть. Но там же два пояса все равно. Что? У него очень сложная трансформация скелета оказалась. Можно найти пятеногого теленка, у него дополнительная пятая нога спереди полтора лица. То есть вообще-то такие мутанты рождаются. Но никогда не дают новую самостоятельную линию. Сложности с компоновкой главных жизненных процессов оказываются фотострофически. А может быть к позвоночнику пластину, грубо говоря, и к ней же прикрепить вот этот паз? То есть чтобы не с позвоночником был связан. К позвоночнику пластину. Хороший вопрос. Откуда я ее возьмем? Из какого материала стоит она? К костного. Из костного материала, то есть деталь скелета? Да. Ага. А возьмем ее за счет мутации? Угу. Ага, славно. Значит, вот на второй паре, который у нас будет, сейчас у вас там что-то другое, а потом второе. Да? Разбираемся, можно ли за счет мутации получить любое изменение или нельзя? И какие в нормальной пропологии есть правила, ограничивающие возможность эволюции? Пока подумайте на такие вопросы. Может ли у человека мутировать признак количество перьев в крыле? Так может ли у человека мутировать признак количество перьев в крыле? Нет. Конечно. Для того, чтобы признак изменился, он должен присутствовать у предка. А если у предка отсутствует? Вот на этой основе строится система канализация, система ограничения бесконечных и случайных возможностей мутирования. Теоретически мутация может быть любая. Практически реализуется до любой тех членов этого мутации. Засим все для первого занятия предостаточно. Продолжение следует...